Перед обновлением прошивки узнаем текущую версию и запомним IP-адрес приставки. Часто на приставках присутствуют плагины от провайдера. У меня нет установочных файлов этих плагинов, поэтому перед обновлением желательно скопировать их себе на флешку. Я попробую сделать это через сервис Telmet, который уже присутствует на всех приставках в неактивном режиме. Это все наши плагины. Запомним. Приставка подключена к роутеру. Перед включением Telnet отключим интернет кабель от роутера, чтобы ничего не помешало в процессе копирования плагинов. Компьютер и приставку оставим подключенными к роутеру. Для включения Telnet необходимо запустить сервисный файл. Дюн сервис Telnet D Auto On DSF с USB флешки. Скрипт Telnet включен. Перезагружаем приставку. То есть выключаем и снова включаем. Проверяем включение Telnet в настройках. Пункт информация по наличию надписи режим отладки. Telnet включен. Теперь можно начать копировать файлы плагинов на флешку, вставленную в приставку. Для начала проверяем командой ping наличие связи с приставкой. IP-адрес приставки мы запомнили ранее. Если все в порядке, запускаем клиент PuTTY. Настраиваем. Сохраняем. Запускаем сеанс связи. Ногинимся как корут в пустой пароль. Переходим в корень. Проверяем папку PersistFS. Смотрим. Пусто. Возвращаемся. Проверяем FlashData. Есть папка Plugins. Проверяем папку UkraineTV. Да, это оно. В папке плагинов всегда присутствует файл . Определяем, куда смонтирована наша флешка Kingston. Это D в корне. Сюда нам нужно скопировать содержимое папки FlashData. Проверяем доступность USB флешки. Копировать будем в две пустые папки на флешке. Например, PluginsFromDune и LicenseFile. Возвращаемся в корень. Файл лицензии находится в папке FConfig. Копируем ее на флешку в папку LicenseFile. Файл лицензии может пригодиться после обновления. Возможно, появится зеленая надпись в демо-версии. Тогда мы воспользуемся этим файлом. Это бывает достаточно редко. Также копируем все содержимое папки FlashData. На флешку в папку PluginsFromDune. Таким образом мы скопируем все планеты. Если содержимое каждой папки плагина упаковать архиватором zip, именно содержимое, а не саму папку, то впоследствии можно будет установить его с USB флешки. Флешка медленная, дожидаемся приглашения. Дополняем Sync. Все, можно выключать Telnet, доставать флешку и копировать с newer файлы на компьютер. Telnet выключаем запуском сервисного файла DuneService Telnet D Auto Off DSF. Выключено. Проверяем по отсутствию надписи. Режим отладки в настройках. Пункт Информация. Telnet отключен. Теперь можно подключить кабель интернета к роутеру, скачать прошивку, сохранить ее на флешку. Файл прошивки должен соответствовать модели вашей приставки, находиться на флешке в виде файла с расширением DFF. Я воспользуюсь последней доступной прошивкой от апреля 2015 года. На ней YouTube пойдет без проблем. Жмем Enter на пульте. Соглашаемся с перезапуском. Все. Расширка установлена. Виджет погоды показывает скорее год. Но это решаем. Проверяем версию. Звободное место. Установленные плагины. Плагины провайдера на месте. Установленные вручную. Тоже. Проверяем плагин провайдера. Чтобы запустить виджет погоды, выключите его и включите снова. Он снова начнет показывать температуру. Все работает. Можно устанавливать YouTube. Работает он только на новой прошивке. Для установки просто запускаем zip файл плагина с флешки. Я использую специальную версию, которая поместит значок YouTube в папку приложения. Проверяем. Проверяем. Выбираем поиск. Проверяем. Проверяем. Выбираем поиск. Субтитры сделал DimaTorzok